11.06 в Кирове. Сегодня среда. Начинается программа «Дневной разворот» в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Всем добрый день. Среда. И раз здесь Прохоренко, то это значит, что это разворот на бизнес. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». У нас сегодня разворот, который мы давно готовили. И, в общем, на протяжении нескольких лет, проводя эту программу, мы с Олегом говорили, что, конечно же, обязательно нужно подчеркивать и говорить о том, какую социальную ответственность берет на себя бизнес, который располагается в городе Кирове. И три года назад ситуация была одна, как мне кажется, а сейчас совершенно другая. Об этом не просто мы спрашиваем, об этом активно и сами компании говорят. Ну, на самом деле, три года назад просто не было такого количества, наверное, проектов, программ, которые сейчас застолблены уже, да, и есть понимание, куда двигаться хотя бы чуть-чуть. Именно поэтому, то есть, компании, я думаю, что и тогда достаточно активное участие принимали, но не было вот этой стратегии, куда необходимо вкладываться в город. Ну, ты думаешь, она сейчас есть? Ее как стратегии нет, но как отдельные проекты, наверное, да. А вдруг она есть? Давай разберемся сегодня. Значит, сразу же, прежде чем мы представим гостей, а гостей у нас сегодня, гостей будет шесть человек, да, мы будем менять состав гостей в течение двух часов, пока идет разборот на бизнес. О чем речь идет, уважаемые слушатели? Мы, собственно, отразили это в вопросе, как всегда, на сайте эхакиров.ру и в нашей группе ВКонтакте. Какие направления социальной жизни города может и должен поддерживать бизнес с вашей точки зрения? Благоустройство города, проведение массовых мероприятий, помощь социально незащищенным гражданам, поддержка культуры. Ничего и никого не надо поддерживать, хватит налогов. Пожалуйста, голосуйте. Сейчас ВКонтакте лидирует ответ благоустройства города, почти 45%. На втором месте ничего и никого не надо поддерживать, 23%. И на третьем помощь социально незащищенным гражданам, 16%. В культуре осталось всего. Давай я представлю наших гостей. Мы условно разделили, очень условно, на две половинки наш эфир сегодняшний. И в первой половине хотим поговорить с гостями, которые представляют именно Кировский бизнес, который базируется на Вятской земле. И здесь является... Был создан и растет. Да, был создан. Это Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно». Добрый день. Василий Изонов, директор компании «Ключ здоровья». Добрый день. И помощник генерального директора завода «Сельмаш», спонсора программы Игорь Панкратов. Добрый день. Добрый день. По телефону будем подключать Ларис Копусова, депутата Кировской городской думы. Лариса Анатольевна, вы выдвинуты сейчас на должность главы соцблока в нашем городе. Очень интересно, как она относится тоже к этому вопросу. Считает ли она, что помощь бизнеса необходима и как, собственно, она должна или может осуществляться. Но вот не зря мы такой сделали опрос, когда сказали, что может и должен поддерживать бизнес. Я бы хотела наших слушателей сейчас, которые позвонят нам по телефону 211-101, а у нас прямой эфир, 211-101, тоже спросить, может бизнес, должен бизнес или никому ничего не должен. Бизнес пускай развивается, а руководство города просто правильно должно налоги распределять и их использовать. Но прежде всего мы бы хотели познакомить, конечно, наших слушателей с тем, а, собственно говоря, какие взгляды у бизнесменов на социальную работу, на поддержку, на проекты. Что уже сейчас осуществляет компания, в каких формах вы это делаете и почему. Потому что через нашу радиостанцию проходит огромное количество обращений, когда люди приходят поодиночке и целыми организациями и просят найти контакты, и помочь, и собрать деньги. И это регулярно проходит. И на лечение тяжелых больных, и на строительство каких-то социальных объектов, и на рухнувшую водокачку или мост. Ну, всегда такие обращения есть. Судя по тому, как кивают все наши гости, сейчас мы понимаем, что и к вам тоже постоянный вот этот поток идет. Так было всегда. Но известно абсолютно, что всем и во всех объемах помочь невозможно. И поэтому, как мне кажется, некоторые компании стараются все-таки выбрать какое-то направление. В чем и кому они осуществляют свою поддержку. Может и нет. Я не знаю. Может и нет. Тогда как осуществляется выбор? Есть ведь еще очень тонкая грань. Есть государственные, муниципальные полномочия, которые бизнес в общем не должен собой подменять. То есть это получается просто при недостатке бюджета непосредственно муниципального образования, получается дополнительное применение на представителей предпринимательства. То есть это в какой сфере, как раз таки и сегодня попробуем определить, бизнес может помогать, не подменяяя собой местные власти и их полномочия. Но немножко с теми проектами, которые реализуют наши гости мы сейчас, наверное, познакомимся. Сразу познакомимся. Давайте начнем с самого знакомого человека в этом эфире, Юрия Анатольевича Захарова. Вчера только мы брали у него комментарий по телефону, когда говорили о Дендропарке. Это буквально был наш совместный проект РИБУДА, когда мы благодаря программе «Урбан» его начинали. И какое-то движение сейчас идет. Давайте не только про Дендропарк, а вообще, как железно осуществляет социальную поддержку, социальную политику? Есть ли у вас какая-то программа или вы просто отвечаете на обращение граждан и там уже как осуществляется выбор? У нашей компании есть приоритетные проекты, которые мы ведем. Ну вот проект Дендропарка вы назвали. К сожалению, пока еще не можем ничем гордиться в этом направлении. То есть мы просто инициаторы и, надеюсь, мы в этом году все-таки доведем его до конца и сделаем то, что мы обещали сделать гражданам. Давайте сразу обозначим, вот уже третий год пошел проект, почему пока ничем похвастаться не можете? Потому что проблема согласования и разрешения на проведение данных работ. Бюрократические препоны. Ну, в общем, можно так назвать. Второй или, наверное, основной наш благотворительный проект, который мы ведем, это восстановление Спасского собора. Уникальный собор с уникальной историей, бывший кафедральный собор Вятки находился в достаточно ужасном состоянии, по-другому не назвать. При этом это центр города, исторический центр, единственный храм, который сохранился вообще в пределах исторического Кремля Вятского. Поэтому так случилось, что мы, в общем-то, и находимся рядом с этим местом. Наш офис расположен, и каждый день, там, проезжая, проходя мимо, конечно, это было удручающее зрелище. Вот действительно, как после войны, как бы, вроде уже в мирное время находился объект уникальный. Ну, и мы какое-то время назад совместно с отцом Петром... Настоятелем храма. Настоятелем храма, да. Он пришел попросить поддержки. В общем-то, и мы поняли, что там надо браться серьезно. И мы не просто начали помогать деньгами, мы начали управлять проектом реконструкции, восстановления. И на настоящий момент компания уже два года ведет эти работы. Мы бесплатно этим проектом управляем. Мы являемся на сегодняшний момент главными благотворителями. Но главными, то есть, у вас есть партнеры, которые тоже вкладываются и какое-то время на себя берут? Да, безусловно. То есть, у нас есть уникальные истории, когда частные лица жертвовали суммы, достаточно большие, миллионы рублей. Вот, есть очень много предприятий, которые... Не так много, наверное, но есть предприятия, которые помогают нам. И самое важное, за последнее время мы вовлекли в вот эту историю с восстановлением очень много горожан. То есть, очень хорошо пошла история про именной кирпич, который мы продавали... Висит как раз аншлаг, кто-то, если проезжал по Казанской, то видел этот... Да, всего 500 рублей, и ваше имя будет увековечено в стенах этого замечательного храма. Люди вкладываются. Люди вкладываются. Мы собрали за счет этого более 2,5... Сейчас точную цифру не скажу, но где-то около 2,5-3 миллионов рублей. Вот делите по 500 рублей. То есть, это вот столько людей и столько имен у нас будет внесено в стены этого храма. А сколько железно уже вложило денежных средств в этот храм? Более 15 миллионов, там точную сумму. Мы постоянно, практически еженедельно финансируем, потому что, к сожалению, того потока, который приходит из других источников, не хватает для того, чтобы финансироваться за счет сборов извне. Поэтому мы являемся главной поддержкой в этой истории. А по плану, когда у вас завершается реконструкция? В этом году мы должны закончить фасадную часть, то есть полностью внешне собор будет готов. И в этом же году мы приступили уже к внутренним интерьерным работам. Но понятно, что для такого серьезного сооружения исторического, то есть, эту работу как бы быстро не закончили. Это долгосрочный проект. Мы помним, что храмы строились и наполнялись иногда веками вообще. А тут достаточно быстро на глазах это все преображается. Кроме того, вы говорили в одной из наших программ, что вы рассматриваете этот проект уже и шире, потому что общественное пространство должно, на ваш взгляд, вокруг храма создаваться. Ну да, у нас идея закончена, есть. Она в виде целого предложения, эскизного проекта сделана. То есть мы хотим, чтобы вокруг храма восстановилась та историческая площадь, которая раньше там была. Торговая площадь. Имеется в виду стадион «Динамо»? Стадион «Динамо» это идеальная история, но как бы мы туда не замахиваемся, это уж не наши полномочия, такие предложения делать. Хотя бы та площадь, которая сейчас существует рядом с… Где стоит памятник Халтурину. Да, где стоит памятник Халтурину. Где проводят сейчас какие-то митинги в основном. То есть мы считаем, что это совершенно не лучшее использование данной площади. И когда собор будет во всей своей красе представлен, хотелось бы сделать там общественное пространство, где люди могут просто погулять, насладиться видом на этот храм, каким-то образом занять свой досуг выходного дня, например. А теперь вопрос станет, где проводить митинги. И так их негде. Новый спик осколы надо будет. Но это может стать действительно исторической площадью города Кирова, какой она и была раньше. У вас есть сомнения в том, что это реализация такого проекта возможна? Бюрократические препоны возникнут? Вы уже ожидаете этого? Мы делали одну попытку. Она, ну так, это было еще при прежнем руководстве области. Активные поддержки не получили. Пока больше попыток не было. Больше попыток не было. Ну, сейчас мы уже озвучили. Мы решили как. Мы доделаем работы, связанные с внешним благосостоянием храма. И в очередной раз еще раз представим этот проект. Можно широкой общественности предоставить. Как мы видим вообще развитие этой площади? Вот это два генеральных ваших проекта или еще есть такие, как вы говорите, приоритетные? Ну, основные эти два, да. Нет, у нас есть, безусловно, проекты, связанные с благосостоянием прилегающих территорий к нашим проектам. Их тоже можно назвать благотворительными. Например, у нас спроектирован замечательный комплекс рядом с Метроградом. То есть мы хотим вовлечь сейчас пустующую муниципальную территорию в благоустройство. То есть сделать там пруд, сделать какие-то общественные пространства для каких-то событийных мероприятий, для проведения праздников, концертов, всего что угодно. Такой проект есть, мы его оцениваем примерно в 20 миллионов рублей, и мы готовы его сделать, если муниципалитет... За свой счет. За свой счет. У нас есть наш замечательный коллега, уважаемый, компания Кира Спецмонтаж, которая тоже готова разделить с нами эти траты. Поэтому набирается группа энтузиастов, которые готовы сделать новое общественное пространство на юго-западном направлении города Кира. А вы потом эти общественные пространства, что касается храма, понятно. Там у вас нет своего жилого строительства, это вот чисто такой ваш проект социальный, благотворительный. Когда мы говорим о прилегающих территориях, это действительно, кроме того, что имидж компании очень высоко поднимает, это еще и помогает осуществлять... Это социальный маркетинг. Да, но вы эти территории потом передаете муниципалитету? Ну, безусловно, да, но они остаются муниципальными, то есть мы их только забираем на время проведения работы. А муниципалитет что-то вкладывает в это, или вот чисто вот вы вкладываете деньги? Ну, в данной истории, как бы, просить было бы, наверное, не совсем правильно. Важно, чтобы муниципалитет хотя бы взял в оперативное потом управление эти территории и в обслуживание приборов. Мы должны будем сейчас прерваться. Единственный проект, получается, приоритетный, который сейчас очень медленно движется и застревает, это Дендропарк, потому что еще три года назад вы говорили, что готовы по миллиону в год вкладываться в Дендропарк для того, чтобы он развивался. И с этим миллионом до сих пор на пороге Дендропарка стоите и ждете, когда же чиновники решатся. Дмитрий Александрович Курдюмов слышит о нас, когда же чиновники решатся, что Дендропарк должен преображаться, заберет эти деньги и будет правительство и чиновники соответствующие развивать этот парк. Прерваемся на полминуты и дадим слово нашим следующим гостям. Дмитрий Александрович Курдюмов. Дмитрий Александрович Курдюмов, который вы знаете и сразу скажет, что я вижу, что вот это, вот это, вот эта компания помогает. Но вот сейчас до сих пор в группе ВКонтакте в нашем голосовании люди говорят, что в благоустройстве города они хотели бы видеть поддержку бизнеса. И по-прежнему на втором месте ничего не надо поддерживать, входит налогов в 23%. Передаем слово следующим наших гостям. Повторю, что Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании, читался сейчас за свои социальные проекты, почти за сей. Я думаю, что там много еще обращений граждан, мы обсудим чуть позже. Василий Зонов, директор компании «Ключ здоровья» и Игорь Панкратов, помощник генерального директора завода «Сельмаш». У нас в гостях. Кто возьмет слово сейчас? Кому дадите. Василий Васильевич, кто заговорил, тот и берет. Хорошо. Так, ну что бы я хотел сказать в этой связи. Вот два сочетания таких социальной ответственности должен, мне кажется, неприменимо в этой ситуации. Бизнес должен работать в правовом поле, платить налоги. Это то, что он должен. По уголовной и прочим ответственностям. А все, что превышает это, значит, это добрая воля, желание, потребности, какие-то предприниматели, значит, какие-то импульсы его патриотические, либо какие-то другие, значит, его подвигают к действиям по благоустройству, либо по помощи кому-то. Вот, поэтому тут социальная ответственность и должность я бы исключил. Вот, сейчас модно стало, в общем-то, и в России, и в мире свободное средство. Многие предприниматели, начиная от многомиллиардных пожертвований, различные фонды, борьбы со здоровьем, благоустройство, инфраструктуру, общество и других территорий, модно стало как бы инвестировать. Люди живут не для яхт, так сказать, и золотых унитазов, а уже начинают жить во многом, это самое поветрие пошло, они стали жить, так сказать, для благообщества, в котором живут. Это не только модно, это еще и отражается на выручке компаний во многом, то есть там, где есть сознание человека, что он вкладывает в компанию, покупает продукты у социально ответственной компании, соответственно, растет прибыль. Ну да, лояльность к этим людям, доверие. А, вот это как раз-то хорошо подчеркнули. Может быть, у нас это не так ярко выражено. Вот мы сейчас задаем вопрос нашим слушателям, какие компании вы знаете в Кирове, которые осуществляют вот такую социальную роль, поддерживают различные проекты, вкладываются в мероприятия, в культуру, в храмы, в благоустройство. Вы позвоните нам, скажите, 211-101, мы вам рассказываем, постоянно об этом стараемся. Мы такую работу всегда проводили, даже с нашими нынешними гостями, когда говорили, что не надо скрывать, во что вы вкладываетесь, не надо скрывать, кого вы поддерживаете. Надо об этом говорить, для того, чтобы поднять и сознание своих коллег, и сознание горожан, которые могли бы оценить, что происходит как-то. Вот ты, когда покупаешь продукты, вот воду покупаешь, например, ты стоишь у ларька, ключ здоровья, ты думаешь о социальной ответственности? Или говоришь, нет, я не знаю, что делает зона, пойду-ка я в магазин и куплю, там другую известную мне бутылку. Давайте продолжим, простите, Василий Васильевич, продолжайте. Ну, если отчитаться по своей конкретной деятельности, которая, конечно, гораздо более скромна, чем, скажем, компания «Железно» у Юрия Захарова, вот, то, ну, что мы сделали? Ну, всем известно, это спортивный городок на набережной, который мы регулярно, ежедневно, вернее, убираем, подкрашиваем, будем расширять. Значит, это скамейки, которые мы в свое время выставили по набережной взамен убогих там ломаных деревяшек, ну, это было в прошлом. Значит, мы, у нас в городе стоит 170 урн, которые мы добровольно поставили у каждого киоска, ежедневно опорожняем, их увозим на полигоны твердых бытовых отходов, то есть никто нас не обязывает, мы это чисто, так сказать, по своей инициативе эту работу проводим уже несколько лет. Вот, ну, и некоторые проекты в городе, вот, например, объездная дорога в районе Ганина, мы ее восстановили, ну, которая была в проекте, которая насыпь, которая осталась, но мы ее доделали, покрыли покрытием, значит, разгребаем зимой, и сейчас ей пользуется горожание. Это же большие вложения. Ну, там покрытие не асфальт, там щебень, ну, достаточно большие, да, у нас есть своя техника, трактора, как бы люди, поэтому мы, ну, по себестоимости это все у нас получилось, и мы сами заинтересованы, естественно, в ней, поэтому мы ее сделали. — Василий Васильевич, у вас есть франшиза в других регионах, в других регионах вы, ну, как бы, устанавливаете какие-то вещи для франчайзеров, которые они должны выполнять в рамках именно социальной ответственности на этих территориях, или это, как бы, не входит в зону полномочий? — Ну, социальная ответственность, о которой я уже вначале говорил, значит, я не люблю это слово, она не рекламентируется нашей франшизой никак, это добровольное дело наших партнеров из других регионов. Вот, а франшиза у нас, если говорить про нее, то это мы не платим, нам не платят рояльти, мы просто продаем один раз товарный знак вместе с оборудованием, вот, и уже контролируют наших партнеров местные органы от налоговой до Роспотребнадзора, санэпидстанции и так далее. То есть они в том же правовом поле, что и мы, вот, поэтому никак. — И еще, вот те проекты, о которых вы сказали, добрые, хорошие дела, там, благо города и городского пространства, кто явился инициатором этого, и, то есть, были ли обращения, или этого вы заметили, что вот здесь необходимы скамейки, вот здесь необходима спортплощадка, а здесь нужна дорога, ну, потому что она нужна еще для хоз. — Ну, вот, вы знаете, вот основная, это импульсная, как в магазине импульсная покупка, я еду на велосипеде по набережной или пешком, и делаю это каждый день, ну, часто там гуляю, вижу убогий спортивный гаражок из водопроводных труб, сваренных где-то там в начале века прошлого или позапрошлого, вот, на котором болтаются дети с риском оборваться, там, ободраться и так далее. И приходит желание, и, как бы, идея сделать вот такое, переделать все по-современному. Ну, и скамейки, и все прочее, то есть, это импульс свой, это своя идея, как бы, соразмеряя свои возможности с теми, в общем-то, целями, задачами и недостатками, которые видишь. Я не замахнусь на реконструкцию храма, ну, вот, скажем, спортивный гордок или скамейки. А приходилось, сталкивались ли с какими-то трудностями, вы говорите, я увидел, сам решил, согласование с чиновниками, еще какие-то вещи, сложности. Мы как-то ни разу не спрашивали, можно ли нам реконструировать дорогу, можно ли нам построить спортивный гордок или установить скамейки. Мы убираем старое или недоделанное, ставим новое, либо доделываем. То есть, там даже не требуется, наверное, согласование. Нет, а спортплощадка, там все равно нужен проект. Там была спортплощадка, там была спортплощадка, территория, она принадлежит муниципалитету, но она в охранной зоне вот этого заведения, да. Мы просто спросили, можно ли вам сделать хорошую площадку, значит, какие у вас требования, к этому высоту, чтобы никто не перебрасывал посылки или не берем зоны. Вот, они нам сказали, делайте, пожалуйста, ради бога, спасибо. И все. Так, с Тельмашу переходим. Игорь Панкаратов, помощник генерального директора завода Сельмаш. Сельмаш тоже много чего делает, но про Сельмаш мы мало чего знаем на самом деле. Как осуществляется социальная политика, примеры еще приведите, кому и как помогали? Еще раз добрый день. Я бы хотел вначале сказать, что социальная ответственность в понимании руководства нашего предприятия, это немножко шире, чем сейчас мы говорили. Первое, что говорил Василий Васильевич, это в первую очередь то, что предприятие работает в белую, платит налоги, вовремя платит заработную плату. Второй момент, это то, как они, как предприятие относятся к своим сотрудникам. Нами вот был подписан в 2017 году коллективный договор. Ну, это предмет этого договора, когда сверх трудового законодательства руководство предприятия берет на себя определенную ответственность в плане помощи своим сотрудникам. Это и оплата детских путевок, которые мы полностью 100% для своих сотрудников оплачиваем. Это и ремонт пионерского детского лагеря. Это определенные премии, награды, праздники, спонсирование своих сотрудников на участие в каких-то спортивных, культурных мероприятиях. Это внутренняя политика предприятия. Да, но мы считаем, что если мы, то есть на нашем предприятии довольно-таки большое количество, ни одна сотня работает, поэтому если мы будем заботиться и о этих людях, то это тоже определенная поддержка и помощь городу, потому что это все жители города Кирова в первую очередь. И третье направление, это, конечно, финансовая благотворительная помощь на те обращения, которые к нам поступают в первую очередь к руководству предприятия. Какой-то четкой программы, планов о том, что мы будем только на одно направление или на второе, или какую мы конкретно сумму на это закладываем. Я бы, наверное, сказал, что такого нет. Больше это как-то все-таки больше сердцем определяется, и после этого планируется. Но если из того проанализировать то, что уже сделано, то можно сказать, что мы больше, наверное, вкладываемся не в благоустройство, а вкладываем в спорт, в какие-то культурные мероприятия. Вот мы поддерживали и будем, надеюсь, поддерживать юношескую хоккейную команду «Олимпия», то есть творческий коллектив «Дымка». Потом направляли и помогали команде, которая у нас юношеская представляла на всероссийском конкурсе, фестивале робототехники, где они заняли призовые места, и достойно молодежь представила Кировскую область, заняли несколько призовых мест. Ну и такой более крупный проект, который мы сейчас в настоящий момент поддержим, это команда КВН, которая, можно сказать, с таким триумфом вернулась на Первый канал, Высшую лигу, и в настоящий момент занимает практически лидирующие позиции, и все имеют шансы, чтобы победить и стать чемпионом Высшей лиги. Команда «Вятка». Да, команда «Вятки». Но сразу же бы хотел оговориться, потому что иногда задают вопросы по поводу, ну, зачем, может быть, КВН Кирову, когда есть много других направлений. Но тут мы немножко опять тоже шире берем. То есть помимо того, что это бренд определенный, да, Кирова, чтобы его знали, слышали, ну, то есть это определенные привлечения каких-то инвестиций, когда город на слуху. Ну и второй момент, это одно из условий было, когда мы разговаривали с командой, о том, чтобы они не только представляли наш город на Первом канале, и все о нас знали, но чтобы они эту активную работу с молодежью начали именно на территории, чтобы у нас было несколько лиг, чтобы у нас в КВН играли и в школах, и в институтах, и в рабочих каких-то коллективах. Потому что, на мой взгляд, это одно из таких, ну, может, молодежных, энергичных, инициативных, юмористических направлений, которые, ну, действительно развивает молодежь, направляет их в нужное какое-то направление. И я думаю, что это будет довольно-таки позитивно, потому что, ну, в других, и в крупных, и в менее городах, ну, то есть эти команды присутствуют, и это движение присутствует, и мы думаем, что так же у нас оно разовьется, и будет приносить только позитивные плоды. Сейчас нам нужно прерваться на короткую рекламу. 211-101 номер телефона прямого эфира. Вы можете задать свои вопросы экспертам. Во-первых, задать вопросы, которые лично вас касаются, может быть, ваших компаний, если вам требуется помощь, может быть, поблагодарить, если вы знаете, эти компании сами уже обращались. А после перерыва я бы хотела спросить, как отрабатывают компании обращений граждан, потому что крупные проекты там, понятно, сейчас нам уже более-менее стало. А вот что происходит с просителями, которых очень много индивидуальных просителей, раз. Ну, и во-вторых, не забывайте, что у нас задача, задание такое домашнее на этот эфир, это составить собственные рекомендации, может быть, направленные для муниципальной и региональной власти, о том, как, на ваш взгляд, должна осуществляться коммуникация с бизнесом, реализация социальных проектов, благотворительной помощи. Как раз вот эта стратегия, которой, может быть, не хватает сейчас. Да, или всего хватает, не трогайте никого лучше. И все, реклама. Олег Прохоренко и Светлана Занькови, «Дущие развороты на бизнес». В гостях у нас Юрий Захаров, гендиректор девелоперской компании «Железно», Василий Зонов, директор компании «Ключ здоровье», Игорь Панкратов, помощник генерального директора завода «Сельмаш». Вот мы сейчас озвучили о генеральном направлении деятельности этих компаний и примерно поняли, во что вкладываются компании в социальном смысле. Но сейчас хотелось бы вернуться к Захарову и спросить. Вы говорите, что мы определились с такими большими проектами, как Дендропарк и Спасский собор, и благоустройство, прилегающее к вашим строительным объектам территории, которые тоже десятки миллионов получают. Я бы, наверное, еще добавила историю с детскими садами, которую очень многие строители от себя отбрасывают, а вы, наоборот, идете навстречу, и детские садики, вкладываетесь в детские садики на ваших территориях. И, например, совместно с компанией Маяковской, прямо здесь вот, здесь вот тоже на развороте на бизнес, когда первая была идея о встроенных садиках детских в центре города, вы сразу же с Сергеевым договорились, что вы тоже будете это делать. Сейчас они появятся на Крине, эти садики. Я так понимаю, что на Хлебозаводском, где вас нет, но Маяковская сейчас есть, тоже продолжится эта история. Это вот такие начинатели, это тоже социальная ответственность. Есть масса точечных обращений, просителей, людей, которым плохо, у которых больные родственники и так далее. Потеряли квартиру, например. Понятно, что это не будет иметь, наверное, такого большого резонанса за тем, и какой-то отдачи именно финансовой, но так или иначе, я думаю, что все с этим работают. Просителей очень много. Вот я тут проситель. Как вы в данном случае поступаете, получая такие письма с просьбой о помощи? Есть ли какие-то приоритеты? Ну, безусловно, получаем. Сейчас можно открыть ящик Пандоры, оказываем помощь разным гражданам, которые обращаются. Но в основном мы стараемся, конечно, помогать каким-то более понятным нам организованным проектам. Ну, например, в один из последних к нам обратился уполномоченный по правам ребенка. Владимир Шабардин. Владимир Шабардин, да. И мы проспонсировали строительство так называемой «зеленой комнаты» в городе Вятские поляны. Это дети, которые подверглись насилию, могут обратиться туда для того, чтобы получить помощь. Да, специальная комната, где работа с ребенком ведется в специальных условиях. За стеклом находятся специалисты, которые должны это совершать. То есть вот такие проекты мы тоже... То есть в приоритете все-таки проекты, которые охватывают сразу большой круг людей. Да, они не персоналифицированы, не связаны с конкретным человеком, а скорее могут оказать помощь или будут пользоваться более широким кругом. А на Сельмаше, я знаю, очень много тоже просителей разных, от того, чтобы там издать книгу до помочь с квартирой и здоровой. Ну, в первую очередь, вы вот в самом начале на этот вопрос оцентрирули внимание, что помочь всем при всей возможности мы не можем. Поэтому мы также, как и компания «Железо», стараемся вкладывать в первую очередь, чтобы максимально больше затронуть каких-то интересов. Ну, то есть это или хоккейная команда, или коллектив, ну, что-то такое творчество. Это инвестиции, которые не приносят прямой какой-то прибыли, это инвестиции вот в наше молодое, в будущее поколение, которые будут жить в городе Кирове дальше и развивать этот город. А те какие-то обращения, ну, связанные с личными какими-то проблемами, да, такие обращения есть. И были факты, когда непосредственно личный генеральный директор, вот Александр Анатольевич Чурин, когда он был генеральным директором, то лично из своих средств помогал и решал эти проблемы. Но, если честно, мне не хотелось бы это озвучить, это потому что, ну, такие личные определенные вопросы, и не хотелось бы их там на обсуждение. И вот вы сказали, что это личное решение из личных средств, но есть ли какая-то методика, да, то есть там либо совет директоров принимает решение, там, кому помочь, либо есть ли бюджет определенный на эти цели на год, или это все-таки по мере возможности? Ну, мы примерно, так как мы оборонное предприятие, и мы знаем примерно оборот тех средств, которые у нас есть, мы, естественно, из них планируем, сколько мы сможем на что-то потратить. И, ну, вот именно какого-то четкого регламента, как мы определяем, там, голосуем, совет директоров, то есть точно такого нету, возникают иногда, ну, то есть они вопросы спонтанно, где-то был директор, кто-то обратился, ну, то есть и уже в зависимости от этого, ну, естественно, мы что-то и проверяем, потому что, ну, разные бывают просители, иногда надо все-таки проверить, действительно это есть или нет. И после этого уже, ну, то есть в зависимости от этого принимаем определенные решения, да, приходится кому-то и отказывать. Ну, то есть... Важное замечание, мы знаем, что есть и профессиональные просители, и здесь, конечно же, очень тонкие вопросы, проверка нужна. Василий Васильевич, у вас индивидуальных обращений тоже масса, наверное? Да, конечно, ежедневно почти практически приходят звонки, письма, вот. Ну, мы помогаем, конечно, давно, в общем-то, с самого начала организации предприятия нашего, всегда эти обращения как начались, мы старались помогать и решать какие-то проблемы у людей организационные. В основном сейчас помогаем водой. Значит, для разных мероприятий, в основном спортивных, которых летом особенно много, значит, на открытом воздухе, это начиная от Гренландии, качая спортивными соревнованиями, в том числе и зимними, мы даем воду, значит, затем... Крестный ход вот скоро будет тоже. Да, крестный ход тоже пойдет в Систерну с нашим водителем, который будет служить. А кто культуре помогает? Кто может вспомнить сейчас? Я помогаю культуре. Так, сейчас, например. Вот это третья категория, до нее сейчас дойду. Ну, помогаем, конечно, еще некоторым организациям, ветеранским, слепым и так далее, посильно на всяких праздники. Но и культуре, в частности, значит, одному писателю, нашему кировскому краеведу, значит, мы помогаем издавать регулярно книги. Он очень плодовитый товарищ, пишет много и часто, а средств у него нет. Вот, пишет про историю Вятского края, сам глубоко, так сказать, погружен в нее, знает, пишет не что попало, а действительно научные, можно сказать, и такие серьезные книги, ну, с художественными некоторыми. Все, у нас остается время только для того, чтобы обсудить, удовлетворены ли вы сами тем, как сейчас осуществляется вот эта деятельность социального вашего предприятия, чувствуете ли, что нужны какие-то изменения. И взаимоотношения, главное, с властью. Ну, вот в части согласования, уже сказали. Вот этот вот треугольник. В части запроса, чтобы это было не разовая просьба, а четкое понимание, куда нужно расти городу, куда нужно расти молодежи города. И на какие качества нужно как раз уделить особое внимание. А то, получается, есть у Сильмаша понятная идея, что КВН поможет организации молодежи, молодежную политику хоть как-то, не хоть как-то, в свое время прекрасно выстраивал КВН вокруг себя, там, молодежную политику. И они внедряют эту историю. И потому что есть лидеры, есть кого вкладывается, очевидный результат уже сейчас там налицо. Есть у Железного понимание собственной миссии и понимание того, что жители, которые покупают у него там, у компании, у нее жилье, должны себя чувствовать людьми, у них должна быть инфраструктура вокруг. Они сами инициируют эти вещи, понимая, что вот, ну, не происходит ничего. Нет примеров таких, что муниципалитет мгновенно подорвался, сделал все подъездные пути, садики и площадки. Есть у ключа здоровья понимание, что не должно быть старых железных труб там, да, на площадках. Да, элементарно, что урна не хватает в городе. Это, на самом деле, затраты оперативные очень немаленькие. Я пока не вижу, ни разу не слышала сейчас от вас, что к нам обратились власти, у них есть стратегия развития города. Они говорят, вот эти, вот эти, вот эти вещи из муниципального бюджета мы закрыть не можем, но если мы там, если вам интересно, считайте нужным, очевидный результат будет через год, через два, через три. Посмотрите, где ваш интерес. Традиционно, Захарова, начинаем. Каждому по минуте. Ну, на самом деле, вы правы. То есть, если была бы определена стратегия городская в развитии подобных проектов, которые, ну, на муниципальные средства сделать, наверное, там, в данный момент невозможно, но требуется еще и другая история. То есть, мы когда с Паски начинали, то есть, мы очень хотели вовлечь как можно больше людей, горожан, предпринимателей в этот процесс для того, чтобы действительно сделать это народным, чтобы это не получилось, что там железно собор сделало. То есть, а что этот город сделал? Потому что так раньше и происходило всегда, что люди всем миром сбрасывались и создавали объекты, и тогда это по-настоящему их объект получался. Они чувствовали его как родной, ими созданный. И хотелось бы, мы думали, что это будет некий такой для нас тест, сможем ли мы подобный проект сделать, и если бы он у нас получился успешно, то мы могли бы это тиражировать. То есть, после Спаскова, возможно, появился бы какой-то другой социальный объект, либо общественный, либо культурный памятник, который мы могли бы всем миром восстанавливать. Мы этот процесс начали. Сказать, что он успешен я, наверное, не могу. Тот фонд, который мы хотели собрать за счет пожертвований горожан, он существенно меньше, чем наши планы были на него. Но, в любом случае, сейчас более 5000 горожан и предприниматели оказали помощь Спасскому собору. Это уже хорошо. Предложение, коротко. Предложение на разных уровнях. Обязательно с участием СМИ, с участием властей обозначать эти проекты. Генеральное направление развития города. Публично, бесплатно, пиарить их в средствах массовой информации, чего нам реально не хватает. То есть, мы приходим в СМИ, говорим, можете Спасскому опубликовать. Нам говорят, денег дай. Это уже не общественная история какая-то. Это как будто нам надо. Бюджетных денег всегда не хватает. Их всегда мало. Поэтому сделать что-то конкретное в городе или в области можно только совместным усилием. Огромное количество бизнесменов готовы помогать. Но они разбиваются все их какие-то начинания. А вот непробиваемую стену иногда вот этого бюрократической машины, вот этого недопонимания. И вот расфокусировки целей. Ну, то есть, когда нет четкого понимания, что надо делать, что вот сейчас. И кому они железно говорят. Поэтому сейчас надо в первую очередь использовать и смочь взаимодействие, выстроить вот это взаимодействие органов власти и бизнеса, чтобы была четкая, понятная цель, чтобы были максимально решены бюрократические проблемы. Это про это и президент говорит, и государственно-частные партнерства, инициативное бюджетирование. И вот проектный федеральный офис только совместными усилиями, столько четкими понятиями и снижением вот этих бюрократических моментов мы сможем решить, и город наш преобразится. Совместное планирование и бюрократию уменьшить максимально. Со стороны властей только помощь. Василий Васильевич. В этом треугольнике, который вы обозначили, значит, власть, бизнес и народ, вот хотелось бы обратиться к власти. Потому что народ, собственно, ничего не решает, он делает заявки какие-то, ну, может, помогает в каким-то делах. Не спорю. Не спорю, мы сейчас, подожди, подожди, все, у нас другая, подожди, все, у нас совершение. Василий Васильевич, это резюме. В этом власти, значит, пожелание, просьба, значит, создавать режим благоприятствования для людей, которые свои личные средства, энергию, время, часть жизни тратят на какие-то, значит, проекты, которые они не обязаны делать, которые они хотят делать. То есть не надо формализовать и бюрократизировать этот процесс. Я понимаю, что за этим стоит в основном боязнь чиновников брать ответственность, поскольку если ты дал добро, ты отвечаешь за последствия. А проще отказать зачастую, чтобы не связываться, так сказать, с непредсказуемым результатом, который они могут предположить. Вот, поэтому надо давать предпринимателям, имеющим эту светлую, так сказать, мечту, желание, средства, что-то делать, давать им делать максимально, так сказать, свободно. Вот я, например, просил про себя, вот пользуясь, так сказать, эфиром. 15 секунд. Пожалуйста. Я давно нашел в среде организации канатной дороги в Заречный парк, в старинную зону досуга нашего всего полумиллионного города, который сейчас умер, по сути говоря. Эта дорога оживила бы парк, и там для возможности для рекреации, для бизнеса. Вот пожелание, значит, разрешите мне построить эту канатную дорогу. Класс. Бизнес канатную дорогу подвесную, как в Нижнем Новгороде готов построить. Железно готовы там же, в этом же месте, преобразовать общественное пространство. Глядишь, Сельмаш еще что-то захочет сделать. Люди с деньгами ждут вашего практически разрешения, чиновники. Но мы все это оформим и передадим, конечно же, в город и в правительство. Спасибо нашим гостям, Юрий Захаров, Василий Изонов, Игорь Панкратов. В начале следующего часа у нас смена будут декораций. Субтитры сделал DimaTorzok